Это такое мероприятие, на которое уже много лет, ежегодно, приходит очень много слушателей. Я бы хотел начать с того, что за, скажем, 10 лет проведения этого мероприятия, но на разных площадках, насколько же меняется характер докладов и глубина докладов. Это вот трудно было даже ожидать, с чего мы начинали, с таких простых докладов, рассказов о ситуации, с постепенным приходом к сегодняшнему состоянию, когда было отражено три блока вопросов. Первый вопрос – текущее состояние рынка и, так сказать, взгляд на его перспективы. Второе – это методы прогнозирования и результаты прогнозов, не просто взгляд, не просто предсказания, а прогнозирование и результаты прогнозов. И третье – это специфические исследования закономерности поведения нашего рынка и отличие его от поведения рынков западных развитых экономик. Состав докладчиков, начиная с доктора экономических наук, плюс пять кандидатов технических и экономических наук, то есть половина – это вообще ученые, но это не такие ученые, которые за умные вещи, за умным языком рассказывают. Это люди, которые умеют донести просто сложные вещи так, что они понятны людям без специального образования. По крайней мере, ни один слушатель не убежал и не уснул, а у всех глаза горели и все слушали. И я выбрал такую тему, почему закономерности поведения цен на нашем рынке отличаются от закономерности поведения цен на западных рынках. А именно в какой части? Во-первых, чересчур, так сказать, быстрый долгосрочный рост, которого там нет. И во-вторых, волатильность, то есть колебательность, среднесрочная колебательность, когда цены сколько-то времени стоят, потом взлетают на сто и более процентов, а потом снова начинают стоять и так далее. И вот я нашел способ исследования причин, механизмов, которые к этому приводят. И связал это с характером распределения доходов населения. Значит, распределение доходов населения на западе. Мощный средний класс, мало богатых, мало бедных, да? А у нас много бедных и очень мало богатых, и тоже очень мало среднего класса. И вот по этим кривым, значит, по этим показателям, вот мне удалось показать, что именно они приводят к тому, что там цены не дергаются. Если и растут по объективным причинам, спокойно растут. А у нас они неспокойно растут, во-первых, а во-вторых, они дергаются. То есть это вот пресловутая волатильность. Но теперь уже, так сказать, четко это выяснено, математически выяснено. И это мне казалось, что будет интересно слушателям. Ну, вроде бы, было интересно. Продолжение следует...